День города Самара отмечала с размахом. Торжества проходили несколько дней во всех районах. Улица Ленинградская превратилась в Бородинское поле. В честь 200-летней годовщины знаменитого сражения здесь прошел патриотический праздник. Наш праздник совпал с этой датой, поэтому мы празднуем и 200-летие Бородинского сражения, и праздник города. Школьники Самарского района подготовили свое посвящение городу. В день рождения областной столицы со сцены звучали стихи и песни. Здесь мои родители и друзья, и этим я тоже горжусь. Театрализованный праздник проходил и в сквере Пушкина. По дорожкам ходили дамы в ретро-нарядах и кавалеры в цилиндрах. Именно так 100 лет назад играли в теннис. Под громкие аплодисменты по скверу проехала карета. В ней Альфред фон Бакана с супругой Марией. Говорят, именно она научила самарцев играть в теннис. Ее образ отлили в металле. Скульптуру дамы с ракеткой ваяли именно с нее. Все очень красиво было раньше. Сейчас очень быстро и очень сильно сейчас происходит на корте. Поэтому, наверное, мы сейчас все вместе делаем. И красоту девчонки очень красиво играют. И в то же время играют очень силовой и мощный теннис. Поэтому, конечно, разница есть большая. Спортивная тема продолжилась и на других площадках. В день города в Самаре провели турнир по стритболу в память о легендарном тренере Юрии Тюленеве. Уличный турнир по стритболу имени Юрия Тюленева проходит в Самаре третий год подряд. Поучаствовать в фестивале приехали спортсмены из Самары, Москвы, Пензы, Казани и Перми. Наш тренер Юрий Павлович Тюленев учил нас мужеству, учил нас командному духу взаимовыручки, поддержки, учил добиваться результата в самых сложных ситуациях. То, что нам дал этот человек с нами навсегда, и это помогает нам жить, работать, работать на благо родного города, на благо нашей губернии, на благо нашей страны. С праздником вас всех! За звание лучшего в этом году сражались 175 команд. Участие могли принять все желающие от 13 лет и старше. Энтузиазму у молодых баскетболистов хоть отбавляй. У нашего физрука вчера был день рождения, мы должны выиграть. Мальчики и девочки, они хорошо играют, и вот для всех спорт. По традиции турнир открыл товарищеский матч сборной городской администрации и губернской думы. Безоговорочную победу одержала команда мэрии. Передача такой проход, а тут особо никто не останавливает. Потея и еще отошло. Для жителей Кировского района на день города был еще один повод для радости. После реконструкции открылась площадь Кирова. Родную площадь не узнать, от киосков и кафе нет и следа. Теперь здесь чистота и порядок. Раньше даже лучше не вспоминать, а сейчас это чудо. Здесь будет где отдыхать нам. Капитальный ремонт площади Кирова длился около двух месяцев. За это время обновили асфальт и плитку. Установили новые фонари и биотуалеты. Поставили детскую площадку. Высадили кустарники и цветы. Всего на преображение главной площади района потратили около 50 миллионов рублей. А здесь еще будет прозиненное покрытие. Просто в ближайшие дни сделаем. Сейчас уже не стали торопиться. Посмотреть на обновленную площадь пришли жители со всего района. Для гостей праздника выступали лучшие музыкальные коллективы города. Я всех хочу поздравить с тем, что площадь обрела свой исторический вид. Не вид 90-х годов. Не вид коммерции кульков, ларьков и так далее. А вид, которым мы привыкли гордиться. Я вас всех поздравляю. Я хочу вас заверить в том, что и дальше мы будем благоустраивать наш город для того, чтобы мы могли им по праву гордиться. Главным подарком на день рождения города для всех самарцев стал концерт «Классика над Волгой». Поздравить горожан приехала оперная дива Мария Максакова. Звезда российской оперной сцены в Самаре бывала и раньше. Публика здесь особая, говорит певица. Очень была рада вновь увидеть преданных поклонников оперы. Мне доставило огромное удовольствие концерт. И особенно мне понравилось, что все те же, ну как скажем, поклонники оперного искусства, которые были на том первом концерте, сейчас ко мне приходили за кулисы. И я их всех очень хорошо помню. В этом году день города Самарцы отмечают второй раз. Первые торжества прошли в мае. Теперь официальной датой дня рождения Самары будет второе воскресенье сентября. Такое решение приняли депутаты городской думы. Новая дата выбрана не случайно. Раньше официальным днем рождения Самары считалось 29 августа. В этот день, в 19 веке, император Александр II посетил Самару и заложил камень в стену строящегося собора. В думе подсчитали. 29 августа по старому стилю приходится на 10 сентября. И восстановили историческую справедливость. Очень здорово, что такое решение было принято. Ведь официального дня празднования города с дореволюционных времен не было. И мы фактически подтвердили решение наших предшественников, которые они приняли в 1886 году. К тому же сентябрь месяц для истории Самары значимый. Именно в сентябре открылась метеорологическая станция Театр Кукол. Создана команда Крылья Советов и вновь открылась филармония. Прошел первый Грушинский фестиваль. Я хочу вас всех искренне поблагодарить за совместную работу, которую мы делаем вместе на благо родного города. Только благодаря тому, что есть поддержка сегодня всех горожан, нам удается добиваться новых и новых положительных, позитивных преобразований в жизни нашего города. Спасибо вам огромное. Я вам искренне благодарен. Я рад вас всех видеть. Поздравляю вас всех с днем города. Завершился день города праздничным салютом.